Офицеры Следственного комитета на передовой Награждают наших защитников Ведомственные медали за доблесть и отвагу Военнослужащие получают из рук Героя России Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России Сергея Петрова Вы выполняете очень важную задачу Мы всегда вас помним Мы знаем, что вы сейчас защищаете нас, наши семьи, наши детей Успехов вам, всего самого наилучшего Медали Следственного комитета были вручены и тем луганчанам Кто по возрасту на передовой быть уже не может Но защитил эту землю в годы Великой Отечественной Пулеметчица, шофер, санинструктор Елена Ивановна Рождественская И разведчик Виталий Тимофеевич Чайкин Многочисленным боевым орденам и медалям на их кителях придется потесниться Дать место и новой награде Медали Следственного комитета Доблесть и отвага На линию обороны Луганска сотрудники ведомства приехали не одни Бойцов российской армии прямо в окопах и блиндажах поддерживают артисты После боя сердце просит музыки вдвойне Кубанский казачий хор порадовал душевными песнями и мирных жителей города Большой концерт в местном доме культуры прошел впервые за долгое неспокойное время Теперь казачьи голоса будут чаще звучать здесь вживую Солисты обещали публике свои регулярные выступления на сценах Луганской народной Впрочем, не обделен Луганской собственными талантами В одной из местных школ уже открылся кадетский класс Следственного комитета Где уже состоялся конкурс патриотической песни среди учеников Сотрудники Следственного комитета вручили юным школьникам кадетскую форму Для ребят также прозвучали авторские песни В исполнении заслуженного работника культуры И члена Общественного совета в Преследственном комитете России Игоря Зреева Успехов не только в творчестве, но и в спорте ждут от луганской молодежи Офицеры Следственного комитета подарили местным школьникам футбольные мячи Мастер-класс по мини-футболу для юных спортсменов провели опытные российские тренеры В будущем ребята примут участь уже во всероссийских культурных и спортивных состязаниях Но главное, что уже сейчас мирная жизнь возвращается на их родную землю